Который только что так феерично выступил, но давайте поприветствуем героя нашего! Слушайте, ну да, во-первых, спасибо огромное за аплодисменты, спасибо за то, что такие у вас стойкие зрители. Я в шоке, честно говоря, хотя это прерогатива другого Сергея, Сергея Зверева быть в шоке. Но, тем не менее, правда здорово, что такие стойкие зрители УМС-ТВ. Серёж, я предлагаю немножко передохнуть, ты всё-таки только что выступал. На самом деле, тут вот зрители кричат, у нас без купюр уже эфира, всё-таки как-никак 2 часа ночи кричат, Серёга, ты красавчик! Красава! Ростов-на-Дону, Тагил рулит! Красава! Ну что же, Серёж, на самом деле, мне кажется, что сейчас полнаселения женского пола нашей страны завидует мне, потому что увидеть Сергея Лазарева на кровати практически после выступления, это самая главная мечта многих женщин. Почему-то они видят нас на кровати вдвоём, это странно как-то. Ну, как бы, знаешь, всё-таки, как-никак, ночной эфир, уже всё можно. А, уже можно, можно. Расскажи, пожалуйста. Серёж, вот у меня следующий вопрос. Недавно у тебя вышел новый клип «Идеальный мир». Вот я представил песню «Идеальный мир», спел её сегодня здесь, а недавно вышел на эту песню ролик, видеоклип, буквально несколько дней назад, и уже попал на Муз-ТВ, чему я безумно рад. Вот смотри, вот Филипп Киркоров у нас считается королём российской эстрады, Николай Басков «Золотой голос» тире «Император» российской эстрады. А вот я, посмотрев этот клип, понял, что Сергей Лазарев просто скромно Бог. Нет, ну на самом деле, нет, всё гораздо скромнее, я просто создатель своего собственного мира, о чём я и пою в песне. Я исправляю как могу, а Бог простит мой идеальный мир. Так вот, действительно, в этом клипе я в образе создателя, клип очень такой юморной, поэтому не стоит воспринимать уж совсем его близко к сердцу, я совсем не сошёл с ума и не думаю, что я божество и Бог, нет, не сотвори себе кумира, я помню эту заповедь. Вот, так что просто я буду певцом, артистом Сергеем Лазаревым, которого... Ещё и замечательным актёром. Актёром, да, да. А вот эти звания, это, безусловно, приятно. Кто-то говорит, что я принц российской эстрады, знаешь, Филипп ещё часто говорит, вот я король, а ты принц. Приятно, безусловно, но самое главное, чтобы зрителям нравилось творчество, и чтобы они активно ходили на концерты и покупали альбомы, слушали их. Это самое главное. Ну, на самом деле, вот, знаешь, все мустэвэшники ждут следующего мероприятия. У нас 11 декабря в клубе «Спейс» будет новогодний концерт-съёмка, куда могут прийти все желающие, пожалуйста, у нас будут выступать самые лучшие артисты. Но ещё больше мустэвэшники и все зрители ждут 24-го числа, когда у Сергея Лазарева в «Крокус-Сити» будет концерт сольный, друзья. Ну что, осталось, на самом деле, осталось 5 дней до сольника, до шоу в Москве. Я вас всех приглашаю, пользуясь случаем, приходите, приходите, будет шоу. Это будет сотый концерт тура «The Best». Сотый концерт. Сотый концерт. Мы в прошлом году премьерили программу в ноябре месяце, и вот за год мы дали 99 концертов, и сотый, вот такой вот вишенка на торте, сотый будет в «Крокусе» в Москве, грандиозное шоу. И, кстати, изюминкой самой, наверное, главной шоу, помимо лучших песен, конечно, помимо меня, будет номер Евровидения, который мы повторим точь-в-точь уже в Москве для зрителей в Москве. В оригинале, то есть так же, как и... Так же, как и на Евровидении. Но расскажи, пожалуйста, еще очень интересно узнать, все-таки... О, вышли на связь со мной, но расскажи, пожалуйста, какие еще сюрпризы будут? Все-таки сотый концерт, может быть, и что случалось, знаешь, за время все эти сто концертов? Концертов самое интересное, вот знаешь, потому что зрители бывают через шпюр эмоциональны на концерте. Ой, они очень эмоциональны, да, бывают, некоторые прорываются на сцену. Я помню, был у меня замечательный случай, когда выскочила на сцену женщина, и она прям была так счастлива, так счастлива, оказалось, что она мама троих детей. И все они от Сергея Лазарева? Нет, 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 от Сергея Лазарева, но она сказала, что следующего ребенка она назовет Сергеем, при этом вне зависимости, это будет мальчик или девочка. Поэтому в скором времени появится девочка по имени Сергея у кого-то, вот, так что бывали разные случаи со зрителями, очень много. Но я благодарю всех, кто приходит на мои концерты в городах, это большое счастье видеть полные залы каждый раз, спасибо огромное. И всех жду 24 ноября в Крокурсе. Ну а мы на самом деле, Сережа, благодарим тебя за то, что, во-первых, ты нашел силы, сегодня приехал. И мы дарим тебе золотую 20-ку. Спасибо. Я вообще поздравляю Муз ТВ с 20-летием. К сожалению, на грандиозном концерте в Кремле меня не было, потому что я был в туре, и я прям грыз ногти и переживал, что не могу присоединиться к вам и поздравить вас. Поэтому пользуясь случаем. Муз ТВ, дорогие, любимые, с 20-летием. Самые прогрессивные, как я уже сегодня сказал, самые впереди планеты всей, самые музыкальные. От всей души поздравляю вас с 20-летием. И я надеюсь, что наша дружба такая продолжится, и вы будете показывать на своем канале концерт 60-летия артиста Сергея Лазарева. О-о-о, загнул. Сергей Лазарев, друзья, это было очень круто. Сережа, спасибо, что приехал. Спасибо, Артем. Сергей Лазарев лучший. Реклама. Спасибо. Новогоднее музыкальное телевидение предоставлено.